Мои хорошие, это называется от мамки никуда. Сынуля хочет лежать, гулять, наблюдать совсем только у мамы на руках. Больше ничего, только у мамки на руках. Вот, моё сокровище. Это у него начинается к вечеру, днём он спит, ничего. Лёльке спит, к вечеру начинается. Мама, на руках держи меня. О, мои кумы покоцали. И спать колю. Ты мой серьёзный мальчик. Мой мужчина серьёзный. Тёх-тёх-тёх-тёх-тёх-тёх-тёх-тёх-тёх. Как она у меня трудится на животике. Сын вообще не любит наживать и лежать. А она как бы ещё приемлет. Уже минут пятнадцать она лежит. Нет, минут десять. Уже надоело, конечно же. Давай, моя принцесса, давай, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть. Давай, мамина солнышко. Сейчас, мама, тебя переверну. Всё, хватит уже. Привет-привет, мои хорошие. Я наконец-то вышла. Два дня была дома вообще, представляете? Два дня без вылаза сидеть дома. Чем больше сидишь дома, тем меньше тебе хочется выходить, меньше хочется собираться. Надела сегодня первый раз свою шапочку. Очень тепло, но очень она тёплая. Вообще, на улице, конечно, такого прям сильного мороза нет. Прошлый раз, когда я выходила, просто подмёрзла. На этот раз решила надеть шапку. Ходила за подгузниками. У меня сынули перешёл на троечку, а дома остались только двоечки. Купила Хагис и Литсофт троечку. На этот раз пошла, я так запахалась, потому что пешком шла. На этот раз пошла я не в детский мир. Там в детском мире по скидке какой-то стоит тройка 80 штук 1300 рублей. Я пошла на рынок, купила эту же трубку за 1200 рублей по розничной цене. Вот, и никакой скидки, ничего такого. Сейчас, сейчас я топаю к Зулечке, к своей любимой Зулечке. Зуля переезжает, собирает свои манатки, портки, шмотки. Всё собирает. И хочу её увидеть. Пока есть такая минутка. Сегодня был у нас третий день массажа. И знаете, мои дети после массажа поели и до сих пор спят. Сейчас уже, наверное, дня, часа три. Я думаю, три часа дня, наверное, скорее всего. Вот они до сих пор спят. С десяти. Ну, где-то с полодиннадцатого. Это очень хорошо, мне очень нравится, что они так спят, отдыхает их организм. Сынуля до утра не спал, до шести точно он не спал. Естественно, я вместе с ним. Он был такой, знаете, гиперактивной ночью. Он хотел играться, гулять. Круто, всё, что угодно, но только не спать. Ну, всё, я уже пришла во двор к Зуле. Всё, поднимаюсь. Всем хорошего дня. Пока-пока. Ай. А вот и я. У нас, как всегда, и тут у соседей ремонтные работы никак не закончатся. И начинаются они почему-то к вечеру всегда. Рядом спортсменишка. С утра, кстати, с шести утра он спит практически, не бодрствовал. Просыпался на массаже и так покушать. А, все, нуля. Вот эти стуки его сейчас разбудили. У меня начался какой-то, знаете, непонятный кашель, типа, аллергическое. Как будто почёсывается, чешется внутренний горль. Иди сюда. Это сокровище, мама. Тебя тоже сниму. А то всё время сестрёнка и сестрёнка тут начали говорить, что я сестрёнку больше люблю. Ой. Твой запревеет. Лиенееет. Он сейчас не в настроении позировать. Будь здоров. Будь здоров. Ещё раз будь здоров. Господи, что ж ты там так потревожила? Сынули. Начался аллергический кашель. Даже боюсь вот рядом с ним кашель. Ну, потому что он постоянно вздрагивает лишний звук. Ребёнок спит, и он вздрагивает, если какой-то лишний звук будет. От Зулечки пришла домой. Зуля усердно собирает. Почему это всё начинается вечером, а? Сейчас 7 часов вечера. Днём на самом деле бывает тишина. Такое ощущение, что эти работники, мастера проходят где-то днём работают, они основную работу делают, и сюда приходят вечером, когда там где-то работа закончится. Так. На наших нервах поиграть, когда на наших нервах поиграть, и сюда приходят к ночи. Ладно, не буду нервничать. Солнышко. Солнышко, мамина. Сегодня смотрела билеты в Измир. Вообще нет рейсов, по-моему, и не намечается. Я хотела, как раньше, хотя бы Махачкала, Стамбул, Измир. Даже таких рейсов нет. Я, по крайней мере, не нашла. Не знаю, может, и не там ещё. Рейсы Махачкала, Москва, Стамбул, потом Измир. Это просто издевательство. Обязательно все рейсы с пересадкой в Москве. И цены, конечно, сейчас перед Новым годом вообще бешеные. После Нового года. Где-то через неделю более-менее в два раза где-то дешевле получается. Тут даже дело не в цене, а в том, что нет рейсов. Нет, представляете? О прямых рейсах я не говорю. Прямых рейсов-то вообще не было. Махачкала, Измир, такое не бывает пока. Ну, хотя бы Махачкала, Стамбул, Измир, как было раньше, его даже нет. Раньше Honor Air летал. Сейчас почему-то имеют то. Не знаю. До этого летал Atlas Global, по-моему. Это авиакомпания тоже перестала летать. Потом Honor Air летал. Теперь и эта авиакомпания перестала летать. Вот так вот, Махачкала, Стамбул. Обязательно через Москву. Нам это очень неудобно. Очень-очень чувствую, что придется... Ой, чувствую, что придется лететь через Грозный, как улетал мой муж. С двумя маленькими детками это будет сложно, но... Ну, ну... Знаете, что я хотела спросить у знающих мам, у знающих, которые летали не раз. Мне интересно по поводу багажа. Например, на взрослого человека 20 килограмм багажа. Я лечу вот с ребенком на одного взрослого. У нас будет два взрослых, скорее всего, и два младенца. Мне интересно, вот на каждого взрослого по 20 килограмм багажа будет. А на детей бывает багаж или нет? И если бывает вдруг, вдруг бывает. Все-таки, все-таки же дети тоже, наверное, у них есть одежда, памперсы и так далее. Надежда, подкузники, обувь. Если на деток все-таки бывает багаж, такой вопрос. Можно ли суммировать багаж мамы и ребенка в один чемодан? Например, 20 и плюс 10 килограмм багажа ребенка, чтобы чемодан весил 30 килограмм, а не так, чтобы 20 килограмм мой чемодан и 10 килограмм его чемодан. Вот это очень накладно. Очень неудобно, если будет именно, что нельзя суммировать. Вот это мне очень интересно, девочки. Кто летал, кто знает? Дайте, пожалуйста, ответ. Я понимаю, что у каждой авиакомпании свои условия, но мне интересно знать мнение тех, кто летал. Сынулькин, сынулькин, сынулькин. Ладно, закрываюсь, буду кормить своего лопатусика. Доча спит. Я тоже сегодня с ними спала до двух часов. Получается, в 6 утра сын заснул, в 9 я проснулась, в полдесятого пошла к нам массажистка. После массажа я их обоих накормила, и все, они спали. Вот целый день они проспали. Теперь до утра они будут выносить нам мозг, особенно сынуля. Доча где-то в 3-4 засыпает, он раньше в 6. Нет. Все закрывается, пока они уже дремя начали работать. Итак, хочу рассказать свое мнение по поводу Хаггис и Литсофт под номером 3. Абсолютно не понравилось. Абсолютно. Открыла упаковку химозный запах, как и было написано на сайте Детский мир. Почти все мамы жаловались на этот запах. Вот тянули, он недоволен. Оделая на него этот подгузник, знаете, он один раз подписывал в него. Я услышал запах, подумал, что ребенок покакал. Касса нет, просто подписанный и такой вонючий просто-напросто. Второй раз я точно вот это и лицо в троечку не возьму. Опять перейду, наверное, на памперс или на... Мэрис не хочу, они тоже вонючие. Может, Муни попробуем, мне Муни тоже писали, если я их найду. Псенуля, скажи привет. Скажи привет. Скажи привет, привет. Мы все больше и больше становимся похожими на папулю. Вот уже ушки торчком. Псенуля. Псенуля. Ладно, он сегодня не в настроении сниматься. Недавно проснулся, поел, приодела я. Вот, лежит на маме. Доча уснула только что, пока бризничала, уснула. Мама на кухне готовит хинкал. Мам, какой хинкал готовишь? Оно меня не слышит. Потом покажу. Прическа у меня супер сейчас. Хвостик сделала, пока водила с детьми. Потому что у меня очень сильно же падает волос. Еще они постоянно дергают, хватают волосики мои. Я говорю, какой хинкал готовишь? Тонкий. Мама готовит тонкий. Что случилось? Таковарский или тонкий? Или тонкий, или лакский. А, или тонкий, или лакский. Или кумыкский, или лакский хинкал готовит, мамуля моя. А я же за детьми смотрю. Яй-яй-яй. По поводу помощницы я уже решила этот вопрос. Уже нашла помощницу. Так как с двоими детьми мне будет тяжело справляться одновременно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотреть за детками и вести хозяйство будет очень сложно. Поэтому помощницу я уже нашла. Но я понимаю, есть, конечно, мамы, которые с двумя детьми всем этим занимаются. Но не забывайте, два ребенка разного возраста и разное время рожденные. И два ребенка, которые одного возраста и одновременно хотят и кушать, и писать, и плачут. Это, мне кажется, чуть-чуть разное. Но все равно я очень уважаю мам, которые, даже воспитывая двоих детей разного возраста, умудряются еще вести хозяйство. Молодцы. Молодцы, конечно. Ну, я не из тех. Я себя доводить до изнеможения не буду. Мне тоже нужен отдых. Почему бы и нет, если я могу отдохнуть, почему бы и нет. Все, на этом мы закрываемся. Чуть попозже будем купаться. Купаться будем мы. И потом постараемся уснуть. Я пахнусь. Я, где-то не хочу. Я, где-то. Продолжение следует...